В Бендерах задержали еще одного курьера телефонных мошенников. И снова им оказался несовершеннолетний, 16-летний школьник. Сотрудники милиции задержали подростка с поличным. Очередного курьера телефонных мошенников бендерские оперативники задержали вчера вечером. Парень пришел за деньгами в дом 48-летней бендерчанки. До этого женщине позвонили мошенники. Сказали, что ее дочь-студентка попала в аварию. По ее вине пострадали люди, нужны деньги. Женщина сразу поняла, что это мошенники. Ведь ее дочь в момент звонка стояла рядом. Сразу же позвонили в милицию. Сотрудники уголовного розыска выехали на место происшествия. Через некоторое время к женщине пришел молодой человек, 16 лет, житель города Бендеры, который стоит на специальном учете в органах внутренних дел. Женщина передала ему конвертингами. Он дал ей расписку о том, что деньги получил. И, выходя из подъезда, был задержан сотрудниками милиции. Задержанный школьник рассказал, что работу курьером ему предложили в Телеграме в первых числах мая. И как раз в эти дни мошенники начали активно названивать жителям бендер. В милиции уже заметили, если идут телефонные атаки, значит, мошенники нашли курьера. И он согласился работать. В Телеграм-канале находят курьеров. Курьеры им скидывают свои личные данные. Они смотрят, где они прописаны. И связываются с курьером, где он проживает, по какому адресу. Допустим, это город Тераспор. Набирают там 2-3 курьера. Начинают атаковать город. По статистике, больше 90% курьеров рано или поздно задерживает милиция. С начала года в Приднестровье задержали 6 курьеров-телефонных мошенников. Им от 15 до 18 лет. И все сядут в тюрьму. В Приднестровье курьерам грозит до 12 лет лишения свободы. По наблюдениям оперативников, в момент найма не все подростки до конца осознают, на какую работу согласились. Потом, когда открывают пакеты или конверты, которые берут у пенсионеров, видят, что там деньги. Но в милицию эти деньги никто не принес. Еще не было ни одного случая. В этот момент подростки уже понимают, куда ввязались. Но все равно идут в банки и переводят деньги на зарубежные счета. Сотрудники милиции обращаются к курьерам. Пока не перевел деньги, есть шанс избежать тюрьмы. Если ребенок пошел на данное преступление, взял этот пакет, он все равно его открывает, он смотрит, что там. Надо необходимо сразу же, незамедлительно обратиться в милицию. И сказать, что вот самой случилась такая ситуация, и тогда ребенок избежит уголовной ответственности. 16-летнего школьника из Бендер об опасности работы курьером предупреждал друг. Он ждал в такси. Но курьер решил испытать удачу и взял первый заказ. Он оказался и последним. Теперь ему грозит реальный срок. Деньги жительницы Бендер вернули. Ирина Руснак, ТСВ Субтитры создавал DimaTorzok